Сколько привлекателен Приморский край для развития бизнеса AdopSystem? Мне кажется, что он очень привлекательный, потому что видно, что в Приморский край поступают инвестиции, здесь активизируется бизнес, появляются новые интересные проекты. Я был во Владивостоке и последний раз, примерно два года назад, вижу, что гораздо стали лучше дороги, больше появилась рекламы, какая-то более активная жизнь пошла, плюс строится инфраструктура для саммита AdS, то есть гораздо больше деловой активности, которая, естественно, подразумевает инвестиции, в том числе в рекламу, создание креативных материалов, в издания, в том числе цифровые издания, как раз то, где требуются наши профессиональные продукты. Поэтому с этой точки зрения Приморье действительно прекрасный совершенно регион для дальнейшего развития бизнеса здесь. Вернемся опять, мне просто очень интересовала тема развития молодежи, нового направления. Вот сейчас многие из людей, молодых, они получают определенную базу знаний и уходят в это самое пиратство, то есть им гораздо интереснее придумать новый вирус или как-то можно с этим бороться, то есть, может быть, на уровне вот именно обучения начальника? Угу. Очень хороший вопрос. Спасибо, что вы его задали, потому что он мне очень близок. Я начинал свою карьеру как программист. Да, я в институте, я еще со школы был программистом, я в институте занимался программированием. И мне казалось, что действительно это достойное занятие для интеллектуального человека с техническим образованием. Что еще можно делать, чтобы применить, так сказать, свои навыки и свои знания, свой характер. Тем не менее, постепенно я перешел немножко в другую профессию, в сторону менеджмента, в сторону управления процессом продаж. Сейчас же действительно для умных технических молодых людей, у которых есть мощная подготовка именно техническая, программистская, возникает дилемма, что делать. Либо быть программистом, либо быть тем самым хакером, или человеком, который создает какое-то вредоносное программное обеспечение. И вообще, как сделать так, чтобы математика превращалась в зарплату, в деньги. И вот эти новые направления, связанные с цифровым маркетингом, это тот самый уникальный случай, когда мозги напрямую позволяют увеличить эффективность рекламных компаний, а значит повысить прибыльность и эффективность бизнеса для владельцев. Это тот самый случай, когда математика превращается в деньги. Просто прямая зависимость. Очень часто бывает проблема у наших технических специалистов, у программистов. Они интроверты, они не любят общаться с людьми. Они предпочитают общаться с компьютерами, с оборудованием, с новыми интересными программами. И им очень сложно выразить себя и приложить свои силы в чем-то, что может быть полезно для бизнеса. И возникает всегда некое непонимание между деловыми людьми и техническими специалистами. Это отрасль, о которой я говорю, цифровой маркетинг, она как раз является той самой уникальной возможностью применить свои уникальные технические знания и предоставить реальные деловые выгоды для бизнеса. Вот поэтому это просто уникальный случай, когда может заниматься не вредными вещами, а очень полезными. А бывают такие случаи, что человек переходит из одной категории в другую? То есть, например, он сначала занимался не тем, он все-таки осознал, бросил, но на описание этих вредных программ все-таки пришел к тому, к чему должен был начальник прийти. Я не могу сказать, это у каждого, конечно, по-разному, но что я могу сказать точно, что в этой отрасли, в области цифрового маркетинга, мне кажется, потенциал человеку самореализоваться, реализоваться в легальном бизнесе и заработать очень достойные деньги, может быть, гораздо выше, чем в нелегальном бизнесе. По специалистам, опять же, сейчас есть ли какой-то, может быть, наблюдается ли отток или притоп в Дальний Восток? То есть, сюда специалисты приезжают или здесь проще выращивать новых? Вот так вот, если... Или, может быть, обмен опытом. То есть, будут ли какие-то вот такие программы в будущем разрабатываться, чтобы местных молодых специалистов обучали опытные из центральных районов России? Дело в том, что вот то, о чем я говорю, да, цифровые технологии, цифровые медиа, цифровой маркетинг – тема очень новая. Мы, например, недавно подписали очень интересное соглашение о взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным университетом. Это, пожалуй, один из пионеров в этой отрасли. И мы хотим повторить этот опыт с ведущими российскими университетами. В том числе, я буду сегодня встречаться с Дальневосточным университетом для того, чтобы как раз поговорить о возможности сотрудничества и развития этого направления, о возможности дать студентам новую профессию, новые знания, чтобы они были как раз конкурентоспособны в этом рынке и здесь, в этом регионе. Поэтому нельзя сказать о том, что слишком много уже существует специалистов, они мигрируют. Мне кажется, сейчас как раз тот самый момент, когда пора их начинать воспитывать и создавать непосредственно прямо здесь.